Я вас прекрасно понимаю. Военкома я предупредил, чтобы то, что произошло в Лиманском, такого не дай бог повториться. Об этом знает Палица, об этом знает начальник УВД области. То есть никаких, извините за грубость, придурков с оружием по селам ездить не будет. Это я вам обещаю. Если не дай бог они сюда приедут, сразу звоните мне. Это раз. Тихо, тихо. Уже пишите номер. Вот уже я называю. Возьмите телефон. Пишите. 050 415 77 46. 050 415 77 46. К кому обращаться? Сергей Владимирович, это мой. Если нам с оружием, без оружием, мы не хотим отдавать своих мужчин на войну. Второе. Второе. Вот вас здесь сколько? Много. А в селе сколько? Еще больше. Еще больше. Вот лист бумаги. Пусть кто-то напечатает. Или напишет. Вот это все обращение. Мой адрес. Главе обладминистрации. Военцом. И прочее. Чтобы это не было просто вот такой вот разговор. Пазар. Мы как раз это и собирались делать. Мы вот собираемся. Я вам тоже советую это сделать. Чтобы это был не просто разговор, а конкретный документ. Что вы не хотите отправлять. Что если сюда кто-то приедет, вы будете их защищать. И никого не пустите. А если ночью придут, когда все спят, кому помогут? Кто будет ночью уходить, девушки? Ну так говорят, что как бы первая мобилизация, что так проходила. Я не знаю, кто вам говорит, что ночью не будет никто ночью ездить, только белым днем. Ну, понимаете, ситуация такая. Ну в стране же не объявлено военное положение. Не объявлено военное положение. Мы имеем право законно отказаться. В принципе, они не имеют права забирать людей, воевать без их желания. Потому что не объявлено военное положение. Но у военкома своя работа. У него свои приказы. Его требуют раздавать эти повестки, развозить. Вы друг друга знаете здесь? Знаете. Приехали, раздали повестки. Кто мог, получил. Кто не мог, не получил. И до сих пор. Никто силой забирать не будет. Я вам обещаю. Если не дай бог что-то произойдет, я здесь буду ехать в стране очень близко. Сам встану и перекрою дорогу. Если кто-то попытается сделать насильно. Я уже предупреждал об этом в прошлом году военкома. Потому что людей будоражить не надо. И насильные забирать не имеют права. Кто-то должен пахать, сеять. Кто будет это делать? Что мы с голода должны сдохнуть? Да даже не пахать и не сеять. Мы не хотим, чтобы наши друзья возвращались с мертвыми. Я с вами полностью согласен. Я с вами полностью согласен. Нам они не нужны такими. Не хотите, не хотите. Не хотим, не отдаем никого. Ни соседей, ни друзей, никого. Сегодня с Одессы сюда, в наш район, в какой я сегодня знаю, но едет в группа. Как бы собирать их. Как бы собирать их. Я не курс. Вы об этом что знаете. Сегодня я общался с обладминистрацией. Вот когда произошло в Лиманском, я говорил с губернатором. Сегодня я просто общался с обладминистрацией. Никаких официальных поездок в Рынийский район никто не планирует. Ни военком, ни военные, ни администрация, никто. То есть если вдруг кто-то приедет, это чисто своя инициатива. Чисто просто кто-то, я не знаю, либо кто-то специально эти слухи распространяет, либо могут приехать, знаете, как у нас говорят, инициативная группа от патриотов. Может такое быть. Послушайте, послушайте. Не знаю, знаете, в нашей стране в последнее время и дым есть, и огонь есть, и все что угодно есть. Ну да, но все равно если слух пошел, так оно должно вспомнить. Ну, может кому-то интересно, знаете, кому-то интересно, наоборот, еще слухи распространять, будоражить, чтобы люди нервничали. Ну, нет, это не нервничали, это уже предел, чтобы... Еще какие-то. Почему они когда приходят к кому-то, либо из ребят в прошлом году, они заставляют расписываться в том, что ты получил совет. Почему они заставляют, если любой против, все против. Вы взрослый человек. Ну, как вас, вот как вас заставить... Придут вот два, три таких амбала, с автоматами. С автоматами они ездить с оружием не будут. Выли, выли, выли. Как же, выли? Не принесите на камеру. Не знаю, не будут с оружием ездить. Не надо, чтобы ты написал с автор, что ты получил победу. Так, ваша фамилия? Иванов Иван Иванович, а это не я. Докажите, что это я, да? Все равно не надо этим победить. Нет, ну а что делать? Ну, понимаете, я указ по Рынинскому району об отмене мобилизации не могу издать. Я не президент и не премьер-министр. Но люди, если все соберутся, все из страны могут. Знаете, я бы привез сюда переписку и показал, сколько этих писем отправили в область. Именно администрация. После ваших обращений. И сами мы писали, предупреждали, начиная с прошлого года. Я здесь с января прошлого года. С апреля я исполняю обязанности. За это время мы написали очень много писем. Но я отменить мобилизацию не могу. Это не в моей силе. И не в силе губернатора Одесской области. Это может сделать только Верховная Рада. Пишите, кстати, еще и Урбанскому. Он сейчас депутат Верховной Рады от нашего района. И ему тоже пишите. Еще ко мне вопросы. Но если будет все хорошо и спокойно, вопросов нет. А если будет, не дай бог, звоните, через 20 минут я тут. Приходят с автоматами вооруженные, забирают каких-то там 30-40 человек. Сообщаются. Да, что они не забрали людей? Вообще, всего, что они забрали? Что за они забрали этих 30 человек? Да, они же были на днях. Я знаю, что были. Да, так, Кумафач, мы организуем. Если малейшее что-то, звоните мне телефон, я вам дал. Днем, ночью, выходной, я приеду. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, а вот мы, получается, много людей, всю село, мы имеем право при любом нашем желании вызвать представителя, например, вас или председателя Северского Советского Совета, мы это имеем полнейшее право, все хорошо, спасибо вам, где демократия? Все, спасибо вам, всего вам хорошего, всего доброго.